Анна, скажите, с Навальным-то дружить? Ну, с Навальным, вы знаете, у нас на самом деле разные финансовые составляющие и разные цели, поэтому не пересекались. Ну, он же начал борьбу с коррупцией, вот, зачинатель этого движения по наблюдению за тем, что закупает, кто закупает. Борцов с коррупцией-то на самом деле очень много, а еще больше тех, кто себя такими провозглашает. Ну, то есть последователями не чувствуете. Но о том, чем занимаетесь, поговорим подробно сегодня. Программа «Район и кварталы». Здравствуйте! У нас в гостях Анна Филоненко, руководитель Центра общественного контроля. И поговорим о том, как общественные организации могут контролировать госзакупки. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, расскажите в самом начале, кто вы и все-таки чем ваша организация занимается? Ну, действительно, как уже представили, я являюсь председателем общественной организации Центра общественного контроля. И один из проектов, который мы ведем в течение года, это мониторинг государственных закупок, объявленных на территории Санкт-Петербурга. В марте 2015 года мы заключили соглашение с Комитетом по госзаказу Санкт-Петербурга, Комитет по промышленной политике и инновациям. Потом присоединилось взаимодействие с Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга. Ну, и, собственно говоря, также тесное взаимодействие с вице-губернатором экономического блока Мовчином. Сразу скажу, зачем это надо? Нет, вот. Понимаете, Анна, вы контролируете госзакупки и тут же нам говорите, что заключаете договоры с теми самыми чиновниками, которые эти госзакупки производят. Ну, на самом деле, производят госзакупки многие другие, как раз-таки Комитет госзаказа, тот же самый госфинконтроль, они призваны контролировать эти закупки, которые объявлены на территории Санкт-Петербурга комитетами и подведомственными учреждениями. Но соглашение у нас об информационном взаимодействии, мы не финансируемся, что очень важно, правительством города, и, соответственно, вот эта история, когда кто заказывает музыку, кто платит, тот и заказывает музыку, она не про нас. А сделано это было для того, чтобы на нашу информацию, мы это делаем на системной основе, мы ежедневно отсматриваем закупки, мы постоянно направляем еженедельные отчеты в комитеты по их принадлежности, чтобы они быстрее реагировали на наши просьбы и на нашу информацию и принимали соответствующее решение в отношении тех заказчиков и тех заказов, которые у нас вызывают вопросы у наших волонтеров. Интересно, зачем тогда вообще нужны эти соглашения? Они сами не могут контролировать эти закупки? Обязательно вы нужны, что ли? Безусловно, в рамках своих полномочий и Комитет госзаказа контролирует, и Госфинконтроль, но вот как сейчас уже нам говорят, что мы делаем действительно нужную для них работу, поскольку наши волонтеры обращают внимание на то, на что вот в процессе своей работы никогда бы чиновники не обратили внимания. И речь идет, например, про те же закупки небольшой цены, которые мы смотрим постоянно, ну, закупка тех же самых констоваров, тех же самых, да. Вот мы выявляли закупку, она вроде как на не очень большую сумму, там около 200 тысяч, там чуть меньше, Но когда агентство, государственное у нас подведомственное учреждение, ГУПа, закупает преддверные коврики, где девушкам вход запрещен, там, или зачетки с надписью «Крутой перец», причем это все прописывается в тех заданиях и так далее, на это, наверное, просто у Госфинконтроля. То есть это нарушение, что ли получается? И госзаказов не доходят руки. Дело в том, что данное учреждение призвано развивать инвестиционную привлекательность в Санкт-Петербургу. У меня вопрос, а каким образом эти товары, вернее, у наших волонтеров вопрос. А каким образом? Они развивают. То есть вы считаете, что не развивают, они считают, что развивают. На самом деле указания даже конкретной марки, это действительно нарушение по 44 ФСЗ, не могут быть прописаны таким образом технические характеристики до сужения. Скажите, что такого можете сделать вы, чего не могут сделать они, сами чиновники, проконтролировать себя? А мы даем большую ресурсную, человеческую ресурсность им, поскольку этим занимается... Причем на системной, постоянно, да, основе, это делают действительно... Дополнительные руки, дополнительные глаза. Совершенно верно, совершенно верно. И затем вот информация, она проходит, первичный срез через нас, то есть мы отправляем какую-то аналитическую информацию, а затем она уже анализируется в самих комитетах. Но получается, что если это волонтеры, то получается, они зарплату-то никакую не получают. А где вы их берете? Сейчас, в нынешнее время, кто готов за бесплатную работу? Ну, слушайте, на самом деле у нас большинство, ну, подавляющее большинство наших волонтеров, это, конечно, молодые люди, это студенты, которые, с одной стороны, ну, вот хотят что-то сделать, они не могут пойти постоянно чем-то заниматься, а это же удаленный вариант. То есть, когда у нас какие-то волонтеры смотрят, отрасли определенные, да? У них что, комсомольско-молодежный задор такой, по-старому говоря? У волонтеров? Ну, вы знаете, по крайней мере, вот желание что-то сделать полезного не только себе, но и обществу, это есть такая история. Да, и это в том числе. Но, кроме того, у нас есть волонтеры, которые являются профильными студентами, там, юридических. И таким образом просто проходят практику, получается. Фактически, да. И тех же вузов государства и муниципального управления, где им просто интересно, они же непосредственно, получается, работают в самой этой документации, и им интересно разобраться в этом и получить именно эту практику. Ну, а вот сейчас пришло время сделать паузу в нашей беседе. Вместе с телезрителями посмотрим первый на сегодня выпуск новостей городских районов. Коммунальщики центрального района выйдут на Невский проспект с молотками. По указанию вице-губернатора, до конца апреля им предстоит простучать стены нескольких сотен зданий. Таким образом, фасады домов проверят на прочность и безопасность. Поводом для этого стал несчастный случай, когда 20 марта на голову прохожему рухнул кусок штукатурки. Раньше состояние фасадов сотрудники ЖКС оценивали визуально. Случившееся ЧП показало, что такого подхода недостаточно. Теперь каждое здание по распоряжению вице-губернатора Николая Бондаренко подлежит тактильному анализу. На многих фасадах существуют мелкие трещины, куда так или иначе попадает открытая влага. При понижении температуры вода, превращаясь в лед, расширяется и разрывает эти трещины, делает их еще более уязвимыми. В день коммунальщики проверяют от пяти до десяти зданий. Работают вместе с сотрудниками ГИБДД и МЧС. Одни обеспечивают ограждение, другие предоставляют спецтехнику. По регламенту капитальный ремонт фасадов должен проводиться раз в восемь лет. Таким образом, в историческом центре Петербурга на сегодня в починке нуждаются около тысячи зданий. По подсчетам экспертов, чтобы их восстановить, нужно 14 миллиардов рублей. В бюджете на текущий год выделено около полутора. Строительство на границе Александр Льно поделило жителей на два фронта. Одни защищают парк, другие желают переехать в новые квартиры. С выходных городозащитники и местные жители дежурят у стройки и не дают технике проехать на площадку. По решению Куйбышевского районного суда 30 марта распоряжение КГА об утверждении градостроительного плана этого земельного участка признано незаконным. На этих двух участках, рядом расположенных, вот сразу же сюда ближе от забора, уже территория охраняемая ЮНЕСКО. Спрашивается, ну вот в центре Нижнего парка Петергофа, тоже зона ЮНЕСКО, можно поставить какой-нибудь домишко 18-этажный на самой границе? А споренный градплан уже третий по счёту, который опритестовали градозащитники и жители квартала. Между тем их соседи, те, чьи дома попали в программу реновации, ждут с нетерпением самого переезда из старых хрущёвок. Здание, которое сейчас не дают строить активисты, должно было стать новым домом для многих из них. Что вообще вот у нас будет насчёт хрущёвок? У нас дома-то разваливаются, у нас эти трубы, всё это плохое. На ремонт нас не берут, говорят, вас выселят. Если бы не эти товарищи, которые их, вот инициаторы живут в тех домах, которые не расселяются. И если бы не их вот такая упорная работа по противодействию реновации, давно бы уже вас расселили. 22 марта депутаты Государственной Думы приняли закон о защитных зонах объектов культурного наследия. Это памятники и архитектурные ансамбли. Радиосохранная территория будет варьироваться от 100 до 200 метров. Пенсионеры Петроградского района сдали нормы ГТО. Вспомнить школьные годы старшему поколению предложили на базе районного центра физкультуры, спорта и здоровья. Желающих бросить вызов возрасту набралось 11 человек. Говорят, как будто в молодость вернулись. Последний раз они сдавали нормы ГТО еще в советское время. Но с современными нормативами тоже справились. Правда, пока за наклоны, отжимания и упражнения на пресс значки пенсионерам не положены. Нормы они сдают в тестовом режиме. Я с удовольствием согласился, чтобы себя проверить. Потому что раньше я когда-то занимался, у меня был значок ГТО, золотой значок. И сейчас продолжаю иногда сам бегать, делаю ежедневную зарядку. Поэтому чувствую себя всегда бодро, хорошо. Пока сдача норм обязательна только для школьников. Но уже в следующем году все взрослое население страны сможет официально пройти испытания комплекса ГТО и получить соответствующие сертификаты. Впереди нас ждет еще один выпуск новостей городских районов. Ну а сейчас возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор с Анной Филоненко, руководителем Центра общественного контроля. Анна, расскажите, похвастайтесь, что же нарыли все-таки? Примеры какие интересные есть? Ну, что интересно, действительно закупают, есть люксовые закупки, да. Ну, мне кажется, что вот примеры закупок люксовых автомобилей, они уже как-то всем поднадоели. Такое есть, такое уменьшается. Вам нет? Расскажите. Действительно, волонтеры наши фиксируют закупки люксовых автомобилей, и академии закупают, и учреждения федерального подчинения закупают. Так это нарушение, что ли, получается, или нет? Это неэффективное расходование бюджетных средств. Возникает вопрос, вот зачем, например, бюджетному учреждению внедорожник, да, если он вроде как бы не связан с всей этой историей. Примеры какие-то конкретные. Республику Саха хотите? Республика Саха, да. Вот, например, недавно у нас так получилось, что уже не только Санкт-Петербург к нам присоединяется, но и другие регионы. И, в частности, недавно получили, так скажем, сигнал из республики Саха. Это, получается, человек, который уже становится нашим сторонником, где правительство города и региональный парламент, они закупают золотые часы на консолидированную сумму порядка 10 миллионов, что-то там, несколько закупок. Ну, видимо, для того, чтобы дарить друг другу. А по Санкт-Петербургу какой-нибудь пример интересный приведите? Ну, по Санкт-Петербургу можно привести примеры, я не знаю, допустим, каких-то деликатесных продуктов питания. Можно назовите учреждения какие-нибудь, которые закупают эти продукты. Той же самой икры, той же самой деликатесной мясной продукции. Закупки происходили в прошлом году в большом количестве на общую сумму порядка 45 миллионов рублей. И, допустим, метрополитен закупал, например, деликатесную еду, включая икру, красную рыбу определенную и так далее. А вы спрашивали у метрополитена, у его представителей, а зачем вам это? Или вы вообще с ними никогда не разговариваете и не сдаёте? Ну, по их версии, они это закупают, чтобы кормить своих сотрудников. Икрой. Да. Вопрос-то в другом. Поскольку это учреждение является всё-таки государственным учреждением, то стоимость проезда в метро отражается в том числе на доходе. То есть мы платим, проезжая в метро. Закупка была произведена не по 44-му федеральному закону, а по 223-му из дохода. Но, тем не менее, доход-то делаем мы с вами, покупая билет в метро. Ну, вы вскрыли эту странную закупку, а дальше что? Ну, вот пока мы не фиксировали больше таких закупок. Ну, а с той конкретной, с метрополитеном? Их было несколько, на самом деле. Дальше-то что? Они вернули икру. Интересно, что вы им сказали в этот момент. И вернули деньги в бюджет свой или как? Нет, деньги они в бюджет не вернули, но на данный момент с ними проведена определенная информация, информационная работа. Так они отказались от этой икры, или они все-таки ее закупили? Это уже была зафиксирована постфактум закупка. Вы им объясняли, что так делать нехорошо, а они слушали и ели икру ложкой. Она уже была съедена. Но сейчас ситуация, вот мы не фиксируем на данный момент. Так а смысл тогда получается работы? Таких закупок. А сейчас мы это уже не фиксируем, понимаете? Уже идет положительный динамик того, что сейчас это уже не фиксируется. То есть просто больше никто икру не закупает. На ели сейчас не фиксируется, да. Это один из вариантов. Какие-то закупки по сигналам наших волонтеров, они отменяются. По-разному здесь возможны взаимодействия. Либо это действительно какой-то отсроченный вариант, положительный вариант динамики. Либо это непосредственно какая-то там закупка отменяется. Давайте прямо сейчас послушаем размышления на заданную тему нашего обывателя, обозревателя Юрия Кондеранты. Что-то много у нас контролеров. Ну вот навскидку нашел в интернете аж целых три центра общественного контроля. Один по госзакупкам, второй по ЖКХ, третий по транспорту и дорогам. Ну вот берем, например, центр общественного контроля по госзакупкам. Выясняется, работают там 1200 волонтеров. Как известно, волонтеры работают бесплатно. Но при этом центр общественного контроля по госзакупкам получает государственные гранты. Возникает закономерный вопрос. А за что получают зарплату люди, которые работают в этом центре? Да и посмотришь, в основном бьют по автомобилям, да по констоварам. Тем временем, я живу в Ломоносове, родной город, и мне не безразличны остальным. Миллиарды тратятся на реконструкцию Раненбаумского парка. Да так тратятся, что жители уже в ужасе. Новый дом культуры построили. Потратили сотни миллионов, а афиши висят на скотче, на окнах. И это учреждение культуры. И вот появляется у меня подозрение, что такая работа центра общественного контроля меня, как гражданина, отвлекает от чего-то более важного в работе государства. Анна, как прокомментируете? Замечательно. Во-первых, я прокомментирую то, что я не знаю, откуда ваш обозреватель получил информацию о том, что мы получаем государственные гранты. Видимо, из интернета. Нет, этого быть не может, потому что мы не получаем государственные гранты. А за что вы живете? Мы не финансируем организации. Это волонтерское движение, если хотите. Это реально волонтерское движение. У нас нет грантов. Поэтому данная информация у вас просто неверна. Это совершенно спокойно возможно проверить. Вам-то зачем это тогда надо? По различным источникам, открытым в том числе источникам. Касательно Ломоносовского района, буду крайне признательна вашему обозревателю, если он действительно к нам присоединится. И вот конкретные адреса укажут потом, возможно, после передачи, и мы поработаем уже конкретно с этими фактами. Анна, вы ведете большую работу. Действительно, это же большая деятельность. И вы говорите, что вы тоже не получаете за это деньги. Нет. Я давно занимаюсь общественной деятельностью, на самом деле. Если хотите, у меня в моей биографии есть и стаж преподавательской работы, и работа в коммерческих организациях. Но вот это общественные, общественно значимые, общественно полезные истории, они мне действительно приносят удовлетворение, когда получается что-то сделать конкретное. А все-таки получается. Ох, не верится мне во всю эту активность. Ваше право. Социальную активность без куска хлеба. А ты, главное, результат, видишь? Надо по результату оценивать. Давайте по результатам все-таки еще раз, да, про Оренинбаумский парк. У нас не было этих сигналов. Ну, мне кажется, во-первых, вот сигнал уже, смотрите, есть. Вот, я и говорю, что после передачи мы будем эту работу. Самая мысль, Юрия, была в том, что ищите-то вы под фонарем, как говорится. То, что на слуху, то, что заметно, то, на чем можно, собственно, выстрелить, что называется, и в СМИ в том числе, автомобили, констовары. Не так сложно найти и не так сложно об этом заявить, чтобы все услышали. На самом деле мы, если все-таки проанализировать наше то же самое присутствие в СМИ, мы не занимаемся самопиаром, потому что можно значительно больше каких-то историй было отдавать в СМИ. Мы только идем навстречу, всегда очень отзывчиво, если нас про это спрашивают. А бросать жареные факты, и уж тем более непроверенные, это просто не наша работа. Мы делаем то, обращаем внимание на то, на что обращают внимание наши волонтеры. Безусловно, волонтеры не могут быть специалистами, экспертами в каких-то областях. Опять-таки, высокотехнологичная, там, закупка высокотехнологичного оборудования, они могут только поставить вопрос. Вот у них вызывает вопрос, а правильно ли у них произведена закупка или нет. И после этого именно эксперты должны дать ответ о том, что это нарушение, или это все-таки вопрос остается вопросом. А кто эти люди? Кто оценивает целесообразные закупки? Допустим, если мы говорим, тот же самый комитет госфинконтроля, он выведен из подчинения того же самого губернатора, визгубернатора, я имею в виду, который по экономической политике, он отдельно существует, и по закону ему даны полномочия контроля как раз-таки в сфере 44-го федерального закона. Я скажу вам, в чем минус вашей работы. Скажите. Благодаря вашему вот этому вот контролю и вообще несовершенству законодательства, которое сейчас существует, а существует, закупать всегда должны самые дешевые и самые соответственные, извините, некачественные логические цепочки выстраиваются. Частично соглашусь с вами, Антон. Во-первых, уж критерий цены, это точно не результат нашей работы. Мы вообще никогда не настаиваем о том, что нужно закупать все очень плохое, неработающее и то, что потом никому не пригодится. Но вот вопросы законодательные, они действительно очень важны, и законодательство несовершенно правдой. Давайте мы сейчас сделаем еще одну небольшую паузу. У нас снова три минуты на новости городских районов, ну а потом продолжим этот разговор. Комитет по природопользованию планирует в этом году отправить на переработку 250 тонн опасных отходов. Переголевшие лампочки, градусники и мониторы получат шанс на реинкарнацию в Красносельском районе. На предприятии Экострой опасный мусор сортируют и отправляют в последний путь. Технология уничтожения старых компьютеров здесь доведена до совершенства. Сначала их разбирают на компоненты, из плат извлекают цветные и драгоценные металлы, а пластик отправляют на спецпредприятия, которые снова производят из него те же компьютеры и мониторы. Сейчас мы посмотрим, как происходит круговорот пластика в природе. Процесс довольно шумный, поэтому вооружимся наушниками. Предварительно пластик режут на детали, а потом сортируют по цветам. Отдельно белые, отдельно серые, отдельно черные детали. Ну а зачем отправляют деталь в измельчитель? Ну и буквально в 7 метров сезона получается вот такая пластиковая крошка. Ламповый цех – лучший в стране. Ртутные лампы также разбирают на полезные ингредиенты. Например, ртутный порошок прямо на заводе превращают в ртуть. Битое стекло – в изоляционный материал. А вот батарейки, наиболее сдаваемые петербуржцами мусор, приходится отправлять в Челябинск. Мы ведем поиск оборудования для утилизации самого массового, в принципе, сейчас отхода. Это отработанные элементы питания. К сожалению, устраивающие нас технологии переработки батареек пока мы не нашли. Работа в цехах по переработке, конечно, пыльная, но не вредная. Система очистки, по словам специалистов, полностью исключает утечку опасных отходов. Петербургские волонтеры займутся спасением лягушек и жаб. Массовая гибель земноводных на дорогах, по словам ученых, может серьезно подкосить и без того хромающую городскую экологию. Нелегкую жизнь земноводных обсудили на семинаре экологи из Минска, Нижнего Новгорода и Северной столицы. Амфибии, по словам ученых, напрочь отказываются соблюдать правила дорожного движения и сотнями попадают под колеса. Поэтому летом волонтерам придется вплотную заняться их спасением. Группы участников будут выходить на дороги и во время миграции земноводных, в частности лягушек, жаб, через дороги, они будут собирать их в ведра и переносить на другую сторону дороги. Но первоначально необходимо найти такие участки, где миграционные пути пересекаются с дорогами. Сначала их нужно будет найти, такие участки, потом провести учет. Поскольку на все дороги Петербурга-Ленобласти никаких волонтеров не хватит, экологам предстоит разработать карту миграций амфибий. Добровольцы с ведрами будут дежурить на самых ответственных участках. Мера необходимая, но не самая действенная. Поэтому ученые призывают воспользоваться европейским опытом. Там автострады на маршрутах сезонных миграций лягушек и жаб оборудуют специальными подземными переходами. Ну а мы возвращаемся к центру общественного контроля и продолжаем разговор с Анной Филоненко. Анна, давайте конкретный пример, который пока новости смотрели, пришел мне на ум. Цирк на Фонтанке приглашает Олега Попова для того, чтобы развлекать публику. ФАС тут же заявляет, а почему Олег Попов? А почему не другие клоуны? А почему не проведен конкурс? А мы можем задешевле сделать то же самое. Абсурдная ситуация, но по закону. Да, но на самом деле у нас еще есть по закону закупку единственного поставщика, да, понятие тоже. Здесь, я думаю, что конкурсная процедура просто была до конца не продумана цирком, поэтому у ФАСа возник вопрос. Возможно, ее нужно было проводить другим образом, но в частности в закупке у единственного поставщика и приглашать Олега Попова. Это некий вариант целевого, да, все-таки как бы расходовый средств, поскольку приглашается конкретное лицо. И, возможно, это можно было сделать и по-другому с другими просто городскими программами культурными. Ну, вы же понимаете, что за Олегом Поповым нужно еще побегать, чтобы... Я про это и говорю. Да, чтобы он выступил. Чтобы это получилось у цирка, а получается ситуация, когда, извините, никого не интересует. Олег это Попов великий или никому неизвестный вчерашний. Ну, это тот самый формальный подход, который, наверное, не очень правильный. Почему я и говорю, что возможно... Вы не провоцируете этот формальный подход, когда, извините, куча непрофессионалов, волонтеров начинает рассматривать. Так, а что этот цирк тут пригласил Олега Попова, потратил такие деньги? Неправильно. Что-то дороговато, да. Пишут студенты из республики Саха-Якутия. Ох ты, Саха-Якутия. Все-таки, наверное, по Сахе-Якутия пишут. А то, что пишут наши волонтеры, отправляется на экспертное мнение. Мы не занимаемся самопиаром, мы не выкидываем жареные факты. От нас не уходила информация. И жареный вот этот факт касательно приглашения Олега Попова мы не выкидывали. Хотя, действительно, если бы был формальный и такой вот совершенно равнодушный подход ко всей этой истории, то, действительно, наверное, это было бы выкинуто. В этом случае, я считаю, что просто необходимо было рассмотреть другие возможности проведения конкурсов другим образом. Ну, в частности, вписывая там какие-то целевые программы, да, культурные, именно приглашения Олега Попова. Тогда бы не возникла такой ситуации. И опять мы возвращаемся к двум вопросам. Во-первых, к профессиональным качествам людей, которые у нас занимаются госзакупками, объявлением госзакупок. К сожалению, не всегда они действительно обладают профессионализмом в этой сфере. И второй момент, это действительно законодательные вопросы, которые требуют доработки. И сейчас все-таки ведется доработка законодательная, планируется вестись на том же самом федеральном уровне. И эти вопросы поставлены уже. Анна, ну вы вот сами как вообще оцениваете вот эту моду на общественный контроль сейчас? Несмотря на то, что я возглавляю центры действительно общественного контроля, я считаю, что здесь должна быть очень взвешенная позиция. Я категорически против организаций, которые общественные, могут даже называться не центром общественного контроля, а просто общественная организация, которая присваивает тебе полномочия контролирующих органов. Просто выписывая у себя какие-то удостоверения, они приходят к тому же самому предпринимателю и говорят, вот мы тут общественный контроль, хотя мы называемся общественная организация, там, я не знаю, Санкт-Петербургская ромашка, условно говоря. Вот, давайте-ка вы нас пустите в ресторан, приходят, пустите нас на кухню, и мы у вас там все проконтролируем. Когда предприниматель не пускает, естественно, потому что есть санитарные нормы, то тогда эти псевдообщественные контроли, они, допустим, либо инициируют большое количество обращений в контролирующие органы, которые, к слову, приходят, например, и не находят никаких нарушений, либо потом выходят в суд, чтобы обязать предпринимателя эти выявленные, типа, ими нарушения устранить. Суд иногда встает на сторону этих псевдообщественных контролеров, иногда нет. Но после этого вот эти организации, которые, по моему личному убеждению, занимаются абсолютно мошенническими историями, идут с доп. требованиями исковыми к этому предпринимателю о возложении на него расходов адвоката, да, сопровождения юридического. Вот это действительно мошенническая история, но, к сожалению, есть пробелы в законодательстве об общественных организациях. Ну, допустим, если у обычного... В этой ситуации вот у нас, вот сразу говорю, никто не обладает ни какими-то удостоверениями, никто никому прийти не может и сказать, что вот мы тот самый центр общественного контроля, и вот давайте мы тут у вас все проконтролируем. У нас совершенно другой все-таки вектор. А вот я хочу вот что узнать. Если у обычного человека закрадется какое-то сомнение, что мало ли там где-то на предприятии происходит какая-то госзакупка, и он считает, что она, в общем, нецелесообразна, он, в принципе, к вам может прийти и рассказать вам об этом? Во-первых, он может к нам обратиться. Во-вторых, он... Вернее, первый, наверное, путь, который он может обратиться, это действительно в контролирующие органы, в ту же самую прокуратуру, например. Либо обратиться к нам. Почему к нам? Потому что, ну, например, вот студенты нам сообщали о закупках, они находили в своем учебном заведении закупку того же самого автомобиля, уж раз мы про него сегодня говорим. И они обращались к нам, потому что не хотели писать заявление за свои фамилии, будучи студентом этого вуза. Но, вообще-то, у каждого гражданина есть право, безусловно, обращения в правоохранительные органы, там, в ту же самую прокуратуру. Студенты испугались, что, наверное, понятно по-человечески. А есть тема, в которую вы никогда не полезете? Есть такая госзакупка, за которую вы никогда не возьметесь, потому что вам самой будет страшно? Интересный вопрос. Но, вы знаете, на самом деле, пока такого не происходило. Пока все вопросы, которые были поставлены передо мной, ставились дальше. Ну что, желаем вам удачи в таком случае. Спасибо. Спасибо и вам. Напомним телезрителям, что сегодня гостем программы «Районы кварталы» была Анна Филоненко, напомню точно вашу должность, руководитель Центра общественного контроля общественной организации. Всего доброго и до свидания. Я родился в Ленинграде. С детства помню, что в этом доме жил замечательный писатель Алексей Максимович Горький. Он был человек не бедный, поэтому занимал здесь сразу две квартиры на четвертом этаже. Вместе с ним тут обитали все его домочадцы и многочисленные гости. Здесь он прятал от большевиков великого князя Гавриила Константиновича. Здесь же хранилась его богатейшая коллекция антиквариата из Китая и Японии. И отсюда в 21-м году он уехал в Зелиненскую Россию в Италию. Фонд капитального ремонта. Сохраняем город, бережем историю. Если ваш выбор – качество и безопасность, покупайте товары со знаком ПМК. Знак ПМК на товарах – свидетельство высокого качества. Петербургская марка качества. Выбор нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин